Свято-Успенская Святогорская Лавра «Когда-то одного из самых обеспеченных и успешных людей своего времени, ныне одного из самых загадочных святых XX века. Еще при жизни получил он от Господа дар вдохновенной молитвы и прозорливости. Известны многие случаи исцелений по молитвам старца. И всякий раз он требовал, чтобы благодарили не его, а Серафима Саровского, ибо с его помощью совершаются сии чудеса», — говорил старец. Незадолго до своей праведной кончины, весной 1949 года, отец Серафим спал, не просыпаясь, 12 суток подряд. Когда батюшка проснулся, то сказал своей келейнице, матушке Серафиме, «Я побывал во многих странах. Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не видел. Говори всем, чтобы никто не отступал от православия». 3 апреля 1949 года, со словами «Спаси Господи и помилуй весь мир», он перешел в жизнь вечную, оставив временную земную ее доль. В четверг 4 апреля православная церковь молитвенно вспоминает схиегумению Софию Гриневу, основательницу обители в честь иконы Божией Матери, утешения и отрада в Калужской губернии, и настоятельницу Покровского монастыря в Киеве, известную подвижницу и исповедницу XIX века. В 1981 году схиегумения София была причислена к лику святых новомучеников и исповедников российских, прославленных Русской Православной Церковью за границей. 25 августа 2012 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви схиегумения София была причислена к лику месточтимых святых Киевской епархии. Чин прославления состоялся 21 октября 2012 года во время Божественной Литургии в Свято-Николаевском соборном храме Покровского женского монастыря города Киева. Торжественное богослужение возглавил митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Блаженнейшему предстоятелю Украинской Православной Церкви в числе других архиереев сослужил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений. «Сегодня – начало нашего спасения», – так возглашает Святая Церковь в песнопении одного из двунадесятых праздников, исполненного истинно глубокого величия, ликования и светоевангельского события Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот великий церковный праздник в воскресенье 7 апреля во всех православных храмах за богослужением читается отрывок из Святого Евангелия, в котором повествуется о явлении Архангела Гавриила, Пречистой Деви Марии, с благовестием о том, что через нее придет в мир Спаситель. Это праздник, в который во всей полноте раскрывается величие божественной любви и смирения, а также истинное назначение человеческой свободы, как вольного исполнения покорности воли Божией. Пресвятая Богородица подарила нам великий пример послушания, смирения и истинной любви к Богу. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok